так девчушки приближаемся к финалу вот моя горловина рассказываю сколько я набрала 128 петель число петель должно быть кратное четырем чтобы у нас совпала резинка 2 на 2 вязала я в круговую резинкой 2 на 2 сейчас скажу сколько рядов 11 рядов и один ряд вот видно здесь я вязалась спицами двоечка двоечкой вязала резинку вязала двоечкой потом перешла на троечку и один ряд провязала лицевой гладью потом все петли свободно закрыла вот она видите вязала в круговую эту ниточку я продену теперь я подготовлю это можно подготовить можно наметать можно так как я сейчас я вот кстати сшила рукава и вернее сшила плечевые швы и вшила один рукавчик просто проверила думаю да мало ли может не перевязывать придется ничего подобного вот он сидит прекрасно даже мне кажется и коса вот это на месте делать ее не обязательно вот так что вот эти вещи которые у меня бы было неравномерное убавление на пройму все скрылось вот видите рукав сидит прекрасно все хорошо вот давайте продолжим с горловинкой значит каким образом я всегда делаю не буду начинать со спины сделаем так примерно чтобы у нас шов начинался с плечика значит отмечаем вот половину складываем пополам и отмечаем половину я буду делать это булавочками одна половинка вторая половинка потому что пока если наметывать я пока наметаю будет очень долго так теперь где у нас тут центральная телечка я совмещаю и прибулавливаю эту горловинку к свитеру слева направо чтобы удобнее было потом шить чтобы булавки не мешали хотя если вам мешают булавки девчонки лучше наметайте теперь где у нас 2 булавочка и спиночка ищем серединку спиночки вот она и фиксируем середину спинки и теперь мы просто эту горловинку растянем вот смотрите хопа теперь фиксирую плечико равномерно это опять же это опыт у меня из шитья чтобы равномерно распределить вот эту ой не так потому что мне нужно вот так вот чтобы я шила и мне было удобно так то же самое смотрите делаю с этой стороны чик растянула равномерно сравняла и теперь упа держу тут прибулавливаю так и вот так вот все вот эти по всему периметру вернее по всему по всей горловине мы это дело равномерно распределяем чтобы у нас все было очень красиво аккуратно и равномерно и будем пришивать как он называется кетлевочным швом кажется я не закрывала вспомогательной нитью и не переснимала на вспомогательную нить я закрыла основной сейчас я вам это все дело покажу тоже не люблю я этот кетлевочный шоу но уж очень не хочется чтобы было красиво сейчас придется повозиться вот так вот либо наметываем либо все прибулавливаем чтобы мы могли проверить совместить все у нас было отведите но и видно что садится она равномерно симпатично так теперь еще осталось здесь на спиночке его прибулавить и все и мужем начинать пришивать свободно закрыла для того чтобы нам легко попадалось в петельку потому что с двойки я это нереально практически попасть иглой если заканчивать спицами двойкой поэтому я провязала один ряд на троечке вот чтобы он был последний ряд свободнее закрыла свободно тоже спицами тройку тройкой так все по сути все я его прибулавила смотрите да все сидит у нас красиво горловинка у нас все четко так теперь иголочку и боженька дай нам сил и терпения я так не люблю девчонки это все так для начала я спрячу узелок наизнанку память закончилась в камере выключилась вот смотрите пока я перри перекидывала видео в компьютер освобождала место сколько я прошила хочу сказать не так все страшно а выглядит шикарно вот поэтому еще раз покажу как я это делаю вот смотрите одну петелечку я выпустила вернулась в эту предыдущую проделай иголочку и проделываю эту спущенную петлю то есть получается мы задействуем две петли и одна между ними вот теперь вот в эту так чтобы вам было так хорошо хорошо видно сюда вот так вот и вот так вот двигаемся по кругу освобождаем одну петелечку очень аккуратно нужно дневной свет девчонки какой-то спокойный фильм или спокойная музыка и время чтобы просто медленно и аккуратненько передвигаться и все получится все не так уж сложно просто такая кропотливая работа чем медленнее тем лучше девчонки здесь вот спешить не нужно получается такая вот красота так что я доделываю потом так с куколки вот моя горловина мой вердикт мой вывод вернее вот что я последний ряд провязала троечками спицами покажу поближе не знаю наверное не надо было может быть бы было труднее но было бы красивее хотя она и так не так уж плохо вот поэтому смотрите сами либо вяжите последний ряд послабее либо не ведь не вяжите тогда будет все как бы не будет вот такое как бы не знаю даже как объяснить ну хотя смотрится нормально в общем ваши права как хотите девчонки хотите провяжите слабее последний ряд хотите нет если провяжите будет легче пришивать если не провяжите будет красивее выглядит вот решать вам так далее рукав осталось нам шить шить рукави боковушки боковушки даже показывать не буду тут уж нечего показывать а рукав покажу вот кстати наша средняя коса тут очень просто совмещаем со швом теперь где наша пройма тоже совмещаем все хорошенечко так теперь вот прям так гладенько вот эту часть мы гладко гладко совмещаем и наметываем или прикалываем или или и или нету вот прям вот так вот равномерно нигде не припосаживая нигде ничего не делая сейчас я вам покажу вот прям до сюда это все мы делаем гладко вот видите нигде ничего не припосажено все гладенько ой машины у меня есть вот здесь вот где самокат мы немножечко вот это делал так вот чик 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 как бы припосаживаем кто шьет тот понимает о чем я говорю а кат рукава нам нужно немножечко как бы при собрать он не мне при не присобирается просто так бы бы вклинивается сюда чтобы он хорошо сидел вот и пришиваем им берем иголочку с ниточкой и пришиваем видите он не при собраны просто так кажется на самом деле он не при собраны чуть-чуть там как бы это потом эту половинку точно так же до вот этой части мы пришиваем ровно гладко а вот эту прям пытаемся вот так вот равномерно сюда распределить все пришиваем рукав и сшиваем боковой шов подожди я впереди я сама не знаю он у меня отсвечивает поняла я я Vulcan я вот я я я я я Продолжение следует...